Перейдем к первой теме нашей программы. Специалисты Хабаровской мэрии уже готовы к рейдам по местам незаконной торговли новогодними елями. Сама торговля стартует традиционно 20 декабря. Точки по продаже хвойных атрибутов праздника будут расположены не только в привычных хабаровчаном местах, но и внутри жилых массивов. Предварительный список мест торговли уже размещен на сайте городской администрации, но он будет корректироваться и дополняться. В настоящий момент определено уже 99 точек для продажи живых елей. Предпринимателям выдано 100 разрешений. Самые большие елочные базары будут, как обычно, ждать покупателей на центральном рынке и у Дома культуры профсоюзов. Большинство предновогодних елочных базаров России традиционно открываются с 15 декабря, но есть места, где елки начали продавать уже с первых чисел этого месяца. В ассортимент сосны, русские ели, датские, нормандские пихты продавцы, которые реализуют елки, должны иметь необходимую разрешительную документацию и по правилам выдавать кассовые чеки на товар. В противном случае продажа товара считается незаконной. Цены на елки в разных регионах отличаются, но в среднем, говорят эксперты, стоимость метра российской сосны или ели должна составлять 600-700 рублей. Импортные деревья обойдутся в разы дороже. Вообще, есть особый формат заготовки новогодних деревьев, хвойных пород, который прописан в лесном кодексе. Механизмов, которые позволяли бы человеку пойти в лес и срубить понравившуюся елочку под самый корешок, в законе нет. Так что это наказуемо и серьезно от 5000 рублей до миллиона и уголовной статьи. Ну вот одни люди не представляют нового года без лесной елки в своем доме, другие выбирают искусственные аналоги, покупают или мастерят сами. Третьи вовсе обходятся без квойного символа зимних праздников. Но вот сегодня мы вас хотим спросить, будете ли вы ставить елку дома? Ну и, соответственно, два варианта ответа. Нет, если вы не собираетесь ставить елку, то звоните, пожалуйста, по этому номеру телефона. Ну и, соответственно, второй вариант. Да, собираюсь, елка дома будет. Если вы считаете, что вы намерены ставить елку, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона. Коллеги, вы как? Ну я точно буду ставить елку, потому что это такая традиция, которая, во-первых, объединяет всю семью, поэтому мы с супругой всегда ее ставим. Во-вторых, это, ну, елка, слава себе, она создает такой уют и новогодняя атмосфера тоже точно. Либо это объединяет семью, либо это время слов, куда ты цепляешь этот шарик, он лучше будет выше. Да, я застываю на цикле, наверное. Да, это проверка семейнопрочность своего рода. Ну тоже верно, да. То есть как ремонт или отпуск, да? Я по себе могу сказать, что я, наверное, не буду ставить елку дома, потому что дома бываю редко, и как-то вот заморачиваться с них, мне просто лень, наверное, вот будет правильно. Но мы спрашиваем вас, звоните, голосуйте. Мы не спрашиваем, какую елку вы хотите поставить, просто будете ставить или нет елку к Новому году. Итоги подведем через несколько минут вместе с гостем нашей программы. Это «Утро с губернией». Но у нас в гостях Кирилл Соболенко, главный специалист отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговлей, питания, бытового обслуживания администрации Хабаровска. Кирилл Владимирович, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот когда официально уже будет дан старт продажи ели? Мы об этом говорили в подводке, но все-таки подтвердите. Нашим управлением с 20 декабря уже выданы согласования на размещение нестационарных торговых точек по реализации деревьев хвойных пород. Поэтому официально, согласно нашим согласований, предприниматели и юридические лица уже с 20 декабря вправе осуществлять торговлю на определенной территории. То есть я правильно понимаю, что если мы видим до 20 декабря продажу елок, то это не санкционированная торговля будет? Нет. В принципе, можно и так сказать. У каждого на торговой точке должна быть копия согласования нашего. В любом случае предприниматель должен эту копию хранить на торговой точке. А все необходимые документы должны быть? Понятно. Получается, что по этому документу можно только с 20 декабря продавать елок. А больше или меньше торговых точек будет в этом году? Вы знаете, заявки еще подаются, поэтому все на уровне прошлого года. Количество точек ни больше, ни меньше. Заявки идут, поэтому посмотрим. Пока это уровень прошлого года. А вот если смотреть динамику вообще прошлых лет, хабаровчане все чаще выбирают живую елку или все-таки переходят к искусственным? То есть по количеству торговых точек ведь можно это сказать? Ну, не совсем это правильно будет. Все зависит как бы от людей. Не показатель, что сколько мы выдали согласования, то есть, ну, как сказать, уровень. Больше либо меньше реализуется елок. Поэтому тут уже... Ну, сложный вопрос. Да, конечно, нельзя ориентироваться по количеству. То есть предприниматель, если у них, как сказать, бизнес идет, если товар расходится, соответственно, они пишут заявление и они работают в этом направлении. А если нету спроса, нету предложения, соответственно. Поэтому кто-то рассчитывает новые места где-то для себя, присмотрел, написал заявление, мы согласовали. Поэтому тут, ну, скажем так, вероятность того... Кирилл Владимирович, ну вот в прошлом году как пошла продажа елей? Хорошо или плохо? Если судить по этому, по уровню, если сравнивать, то заявки поданы теми же самими предпринимателями в основном, то есть уже определился костяк данных хозяйствующих субъектов. И они, видимо, занимаются, значит, неплохо. Видимо, все было хорошо. А вот в этом году у нас, что касается ассортимента, какие будут сорта новогодних деревьев? Ну, сорта традиционно одни и те же у нас. Это пихта и ель, получается. Ну, это самый оптимальный вариант. Пихта отличается своим запахом, своим ароматом, стойкостью. Ну, а ель тоже очень чудесное, прекрасное дерево. Что касается цен, они уже известны? Ну, по ценам еще пока сложно. Мы переговорились с нашими предпринимателями, но они ориентировочно дают такую цифру 1500 рублей. Это минимальный... Минимальный, это не средняя цена. Это минимум. Ага, вот вы просто говорили. Готовится вот к таким. А в прошлом году, если сравнивать, примерно на том же уровне цен? Была тысяча. Тысяча, все-таки подросла. То есть, да, где-то. Ну, я думаю, что ближе к Новому году, ближе как раз к тому часу и пик, да, цены можно будет, конечно, и уменьшить. Вот что касательно самих деревьев. Это будут местные деревья или все-таки привозные тоже будут? Ну, у нас идет заготовка в лесах Хабаровского района, Нанайского, Вяземского и имени Лозо. По вопросу, вы имеете завозные, это то есть совсем из-за предела Российской Федерации? То есть импортные, да, импортные. Ну, у нас данных нету, и те, кто вот в прошлые годы осуществлял, да, торговлю импортными деревьями, они отказались от этого. Ну, сильно, ну, не востребовано, то есть покупают единицы, а стоимость данного дерева очень высока. А если продажа ведется официально, то есть, следовательно, должны быть и требования к товару. Есть? Ну, смотрите, требования, конечно, есть, наверное. Ну, я вам могу сказать так, что главное, чтобы были товаротранспортные документы на данный товар. По внешнему виду, чтобы и дерево было, так сказать, да, можно хвоинку взять, расщепить, чтобы остался запах хвои на руках, посмотреть по эластичности самих веток, то есть, чтобы они спокойно могли, ну, как, гнулись. И самый простой руссконародный способ – это просто взять дерево и стукнуть стволом об асфальт, да, об землю, то есть, чтобы иголки не посыпались на землю. Вот, в принципе, исходя из вот этих вот, скажем так, параметров, можно и подобрать дерево. Но вот во время рейдов какие будут документы проверяться у продавцов? Ну, значит, смотрите, если точка оформлена, значит, на ней должна быть вывеска с указанием организационно-правовой формы, кто там осуществляет торговлю, либо это индивидуальный предприниматель, либо это юридические лица. Указание режим работы для юридических лиц, еще адрес, юридический адрес местонахождения, для индивидуальных предпринимателей свидетельство о регистрации, то есть, где он зарегистрирован, в каком налоговом органе. Значит, потом обязательно должны быть, значит, договор с продавцом, договор купли-продажи на деревьях хвойных пород и товаротранспортные накладные, где написано будет, какие деревья реализуются на данной точке. И, соответственно, должен быть либо ценник, либо прескурант на те деревья, которые реализуются. Ну что ж, мы, тем не менее, тем временем спрашивали наших телезрителей, будут ли они ставить елку дома, причем, неважно, живую или искусственную, просто будут или нет. Так вот, честно говоря, меня удивили результаты опроса, 55% всего лишь сказали, что будут, а 45% не собираются ставить дома елку, но я думаю, что передумают еще ближе к Новому году, скорее всего. Да, когда вся эта атмосфера будет. Ну, в принципе, 50 на 50. Ну, почти, да. Я думала, разрыв будет больше, на самом деле. Практически. Да, ну вот следующий четверг, в любом случае, уже начнется продажа елей, поэтому можно будет... Посмотрим, кто устоит. Преблести, да. Ну что же, Кирилл Владимирович, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас в гостях был Кирилл Соболенко, главный специалист отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговлей, питанием и бытового обслуживания администрации города Хабаровска.